Друзья, приветствую всех! Сегодня с нами Антон Долин. Мы очень долго с ним не говорили, почти год. Предыдущее наше интервью было в самом, наверное, через неделю после начала войны. Мне собой очень интересно сегодня поговорить с Антоном, что изменилось. Здравствуйте, Антон. Да, добрый день. Вот как раз так я вообще не хотела по политике задавать никаких вопросов, но все-таки вчера закончился этот саммит, и скорее это вопрос даже не политический, а философский. Стало понятно, что все-таки есть какие-то суровые отрезвляющие вещи, какие-то политические уроки, такого, вернее, уроки политического реализма. И все заговорили о том, кто-то сказал, что мы не Амазон для того, чтобы там привозить оружие, которое вы просите. Кто-то еще что-то сказал. И, конечно же, стало понятно, что Украина должна сама становиться очень сильной страной, что, в принципе, новая реальность — это когда ты сам силен и сам можешь справиться с действительностью. Вот такая история. А как вы видите это сегодня? Как вот ответственная Запада, как более сильного, да, более ресурсного? Она существует или нет? Она, несомненно, существует. Но я думаю, что та реальность, о которой вы говорите, ну, я делаю скидку, прошу всех сделать скидку на то, что я кинокритик, человек культуры, я не политический аналитик, я не разбираюсь в этом, я не профессионал в этом. Но та реальность, с которой вы говорите, что надо рассчитывать на себя, становиться сильным и прочее — в ней ничего нового нет. Наоборот, это старая реальность, которая существует со времен Троянской войны. Каждый сам за себя и бог против всех, как это было сказано в названии прекрасного фильма Вернера Херцога. К сожалению, война России с Украиной доказывает это в очередной раз, и это очень печально, но реализм — это единственный, мне кажется, правильный, здравый подход, который позволяет прийти к каким-то значительным результатам. Это касается любых участников конфликта. Вот. Я думаю, что скорее разрушаются иллюзии, иллюзии взаимопомощи, единого пространства, каких-то единых ценностей, там, либеральных, демократических, за которые кто-то готов не то что умирать, а даже просто ресурсы свои тратить. Ну, насколько ты готов и насколько ты не готов. Опять же, не желая никого и ничего обесценивать, хочу сказать, что крушение этих иллюзий началось с первых месяцев ковида. Когда началась пандемия, стало ясно, что, например, единство Европы, Европа как единое пространство, тем более единство мира — это иллюзия, это миф, этого нету. Каждый может закрыть свои границы, каждый может нарушить любые свои демократические либеральные принципы, если так надо. И вот сейчас это вот самое надо, которое, конечно, определяется не народом, а определяется во всех случаях политическими лидерами, так устроен мир, оно сейчас и правит этим миром. И я считаю, что, конечно, надо быть благодарным за любые слова и действия поддержки, но рассчитывать на них как на гарантию, ну, как показывает реальность, невозможно. Историк Тамара Эйдерман в своих лекциях про Серебряный век говорит, что вот это великое явление появилось от всеобщего ощущения надвигающейся катастрофы сто лет назад. И вот сейчас, я когда читаю в пабликах о том, что грядет новый мировой порядок, о том, что это последняя осень прежнего мира, еще о чем-то, я сама себе задаю вопрос, а где же Серебряный век вот в культуре, в искусстве, где же вот эти великие там, я не знаю, вот вспышки, да, от этого давления сумасшедшего, любого там политического, культурного, я не знаю, экзистенциального, ну, потому что для всех это разрушение. Почему же оно не рождает ничего нового? Во-первых, я думаю, что рождает. Я думаю, что выдающееся видится на расстоянии. Мне кажется, что сегодня искусство в мире очень интересное, очень яркое. В самом случае, то, что касается кино, я менее искушен в литературе или в изобразительном искусстве, каждый год дает какие-то невероятно выразительные произведения. Мне кажется, что в стране, которая ведет войну, которая находится в состоянии войны, ожидать подобных всплесков, ну, несправедливо, нечестно. Я думаю, что все самые значительные произведения о Первой мировой войне или Второй появились после того, как война была закончена. Я уверен, у меня нет сомнений, таково правило бытия, что когда война закончится, и закончится, я верю в эту победу Украины, Украина будет, ну, как сказать, скажу такое низменное слово, поставщиком самой классной культуры на самых разных фронтах. Но сейчас, когда есть непосредственные требования и нужды фронта, когда многие талантливейшие люди, певцы, писатели, режиссеры, монтажеры, они просто на фронте, некоторые из них получают ранения, гибнут. Недавно Олег Сенцов получил контузию, например. Ну, что мы будем упрекачивали людей в том, что они не творчеством занимаются, но это какая-то нелепость, согласитесь. Кстати, в области температуры там вот ребята пишут очень интересное, а проза новая появилась, поэзия замечательная. Поэзия интересная, да, потому что поэзия – это искусство немедленного реагирования. Вот, российская протестная поэзия тоже очень есть интересная. Ну, не все равноценно, но равноценного же никогда и не бывает ничего. Но очень много творческих людей откликается и работает. Я думаю, что в предковидные, предвоенные годы, на самом деле, этот всплеск был. Возможно, мы его не заметили или просто не оценили. Когда ты варишься в этом бульоне, ты не видишь, насколько он наваристый. Потом проходит время. Что вы думаете? Во времена Пикассо или Дали и Магрита, там, прочих сюрреалистов, Малевича, Мандриана, что в эти времена думал кто-то, что это взлет искусства? Доказал, что это упадок, декаданс. Слово даже такое было – декаданс. А при Гитлере это называли дегенеративным искусством. И Сталине это все давили. Сейчас прошло сто лет, и мы ходим в музеи, мы видим, что это был период по своей насыщенности, по своему взлету, сопоставимый, не знаю, с ренессансной Флоренцией. Но это мы сейчас видим, сто лет прошло. Поэтому огромное количество вещей и явлений, к которым мы сейчас, может быть, относимся очень высокомерно. Нам кажется, что это не то, что раньше. В реальности, может быть, это очень сильно настоящее искусство. Во всяком случае, у меня ощущение скуки, несобытийности какой-то. Его нету даже близко. Я все время что-то новое для себя из области искусства узнаю. В каких-то областях я не профи, не спец. Литература или изобразительное искусство, музыка. В каких-то, как кино, я больше разбираюсь. И где-то я вижу это так, краешком глаза, а где-то вижу двумя глазами. И, например, последний Каннский фестиваль был невероятно интересный. Я больше 50 фильмов посмотрел. Куча было каких-то ярких событий. Мне было немножко жалко и обидно, что не было украинского кино. Но, как бы, кому эти претензии предъявляют? Ну, кроме Путина. Откуда сейчас кино возьмется? Ну, кто-то что-то, конечно, делает. Но нет и кино, это очевидно. Надо немного подождать. Абсолютно с вами согласна. Но давайте немножко поговорим о России. Вот Пасухов говорит о том, что есть такое пошлое выражение, что, дескать, дайте мне на три месяца телевизора, и я совершенно поменяю страну или народ. Вот Пасухов говорит, что пропаганда, это как бы дело не в пропаганде, она только триггернула вот эти вот, знаете, пропаганда сработала, вот я цитирую, как кумулятивный снаряд, пробив первую линию обороны сознания, она взорвалась коллективным бессознателем русского народа и активировала его архаичные структуры, которые в итоге взяли сознание под полный контроль. Ну, то есть, вот это низменное и мерзкое то, что он, говорит, это лежало все глубже. Просто вот эти все соловьевы, война и прочее, прочее, вызвали к жизни это все. Знаете, как иногда в фильмах ужасов вызывают это там из пещеры дракона. Вот он, собственно говоря, и выполз. И, возможно, Антон, вот, знаете, Балабанов, Звягинцев и остальные, это было просто предупреждение? Послушайте, ну да, было и предупреждение тоже. Я не люблю разговоры о народе, вот этих обобщающих, ну, потому что мы все видели, какие трансформации проходят самые разные народы. Ну, чтобы не затрагивать болезненные темы, не говорить про россиян или русских, как кому-то больше нравится говорить, и украинцев, давайте вспомним, не знаю, японцев или немцев. Или англичан имперских и постимперских. Или французов времен Алжирской войны. И потом раз, проходит несколько лет, там, 68-й год, например. То есть иногда то, что кажется национальным, является просто присущим этой времени, этой эпохи. Если говорить о населении Российской Федерации, понимаете, ну как Россия и туда в Российскую империю включалась и Украина, они от крепостного права так, по сути дела, и не смогли освободиться и отойти за полвека, а потом случилась революция. Страшная, кровавая, этой кровью всех оказалась очистившая. Ну, конечно, ни хрена никому не очистившая, только хуже стало. Дальше, что такое революция Советской империи? Это 70 лет того же крепостного права, закабаления, неверы в свою субъектность, в свою политическую субъектность, в свою независимость. После этого Союз развалился. И Украина после этого 30 лет строила независимую страну, демократию. 30 лет независимости против 70 лет зависимости. Ну, можно взвесить, представить себе. А теперь сравните. В России это было 9 лет. От 91 года до 99 приход Путина. И дальше началось. Народ тут, я не могу сказать, народ ни при чем. Ну, наверное, народ на это воздействовал. Но вы же понимаете, что последние выборы, которые в России проходили, проходили в 96 году. Настоящие, похожие на выборы. И то есть яростный спор на тему того, были ли это действительно выборы или нет. Но я не открываю здесь Америке. Это все вообще известно. В 99 году это была смена власти. Ельцин ушел. Путин сел на трон. Фактически так это и случилось. Выборы просто это легитимизировали. И уже к следующему выбору Путина, 4 года спустя, политическое поле было зачищено. Главный независимый телеканал был уничтожен, НТВ. Когда был уничтожен главный украинский независимый телеканал? Правильно, никогда. Как и остальные каналы, радиостанции, интернет-сайты все они существовали. В России 20 лет шло уничтожение любой независимости, любого рода свободы слова, любой политической субъектности. Так что даже либерально смотрящие на мир люди перестали верить в то, что их поход на выборы или на политическую акцию протеста может хоть что-то изменить. В то время как в Украине минимум дважды власть верховная обменялась при помощи вот этой вот народной низовой демократии. Поэтому я бы говорил об узком политическом контексте последних 30 лет, а не о глобальном какой-то народе, у которого есть какие-то свойства. И теперь мы эти свойства обнаружили. Сколько есть людей, которые жили в русском народе, а потом переехали в Украину и стали частью украинского народа. Или наоборот. И поменялось, соответственно, поведение. Это не вопрос того, какая у тебя кровь, национальность, ДНК. Это вопрос того, в каких политических обстоятельствах ты живешь и формируешься как личность. И, к сожалению, в России эти обстоятельства были безрадостные. Дальше можно вступить в абсолютно вечный, бесконечный спор о том, где здесь курица, а где яйцо. В чем виновата власть и что мы включаем в слово власть. Обычных милиционеров включаем, рядового ФСБшка включаем или только тех, кто в Кремле. А где народ? А кто такой народ? А учитель в школе это народ? Или это часть диктатуры, поскольку он получает деньги от власти и проводит, допустим, идеологическое обучение детей. Этот человек, который лично виноват, или он маленький отросток этого большого дерева власти, который не имеет, не обладает своей субъектностью. Я к тому, я ставлю эти вопросы, потому что у меня есть ответы. А потому что это настолько бесконечные, бездонные, вечные вопросы, что, ну уж точно в нашем разговоре, даже затрагивать их бессмысленно, у нас не будет ответа. Согласны ли вы с теми, кто говорит, вы говорите, что такое народ и на чем это все, как бы, что есть база для этого? С теми, кто считает, что пока будет, ну там, не знаю, называйте это ФСБ, КГБ, как угодно, это не имеет значения, советская армия и РПЦ, до тех пор вот это все будет происходить по кругу. Сто процентно согласен. Три головы дракона. Их все надо отрубить. Это Лернейская гидра, а не дракон. У нее, если помните, две головы вырастали на месте отрубленных. Надо эти головы срубить к чертям, конечно. Ну, как бы, эти институты давным-давно не работают так, как они должны работать. Дело не в личном отношении к чему-то. Церковь существует во всех странах мира. Даже иногда в исламе, в самых радикальных государствах. Для напоминания об этических ценностях. О ценности, о том, что такое добро, что такое зло. Церковь, которая последовательно, как институт, поддерживает власть, что бы то ни делала, это не церковь, просто она только так называется. Секретные службы существуют для охраны своего населения. Когда эти службы существуют для атаки на это население, для его подавления, они просто не функциональны. Еще раз, я хочу уйти с этой эмоциональной почвы, на которой нам хочется всех проклинать и размахивать кулаками. Это просто не работающие институты. Они противоположны самим себе. Я когда-то давным-давно обратил внимание, меня это потрясло, еще в 90-е годы, что итальянец или француз иначе относятся к полицейскому, чем житель постсоветского пространства. Я нарочно не говорю россиянин. Это очень долго было свойственно всем, кто был в СССР. У нас милиционера или полицейского часто боятся. А там к нему обращаются за помощью. Даже я, иностранец, заблудившись на улице, подхожу к нему, не говоря на языке. Я жду помощи от этого человека. А тут ждут от него опасности, угрозы. Но это же не нормально. Это перевернутый мир. Человек, который существует, обществом наделен определенными правами, он наделен и обязанностями по защите этого общества. Но эта функция не выполняется. И, конечно, до тех пор, пока эти базовые функции не будут выполняться, но это как бы спросили бы, доколе у нас будет мусор во дворе? Неужели до тех пор, пока мы нашего пьяного, лежащего в углу дворника, не поменяем на нового трезвого дворника? Да, конечно, конечно. Должен быть другой дворник, который умеет держать метлу в руках и знает, как ей пользоваться. Ну вот, Антон, Сорокин говорит, что постсоветский человек еще страшнее, чем советский, потому что он абсолютно пустой и потому что его можно к чему угодно склонить. Вот я когда читаю, знаете, это уже, может быть, даже действительно психиатрия, хотя со мной многие не согласны. Когда я слышу, что говорит генерал Горгулев, который мечтает о смерти планеты, или что буквально две недели назад сказал Дугин, что в случае, когда мы поймем, что мы тотально проигрываем войну, последней опцией будет уничтожение человечества. Это нормально. Караганов, который совсем не Дугин, который был очень прозападным человеком, сказал, что надо нажать на ядерную кнопку, ничего страшного, если все это, чертова матери, закончится. Это за... ну вот... Я не думаю, что Караганов, который ходит в красивых галстуках, но похож на гидрониста, а не наоборот, очень хочет закончиться. Для чего эти люди все это делают? Ну, какие красивые были мундиры от Хуго Босса у всех этих ребят в Третьем Рейхе. Причем здесь красота галстука, извините. Но это люди, они все военные преступники, они обслуживают эту машину войны и убийств, делают они это осознанно. Ну, наверное, прежде чем их посадить на скамью подсудимых, надо бы всех их провести через психиатрическую экспертизу. Я не юрист, я не знаю, как это все делается. Мне кажется, что милосердие требует сначала проверить их на вменяемость. Но Володя Сорокин, которого лично я считаю вообще лучшим современным писателем, пишущим по-русски, лучше никого не знали. Как писатель, он склонен к обобщениям, к каким-то метафорам. Постсоветский человек пустой, в отличие от советского. Но я тоже постсоветский человек, и сам Сорокин тоже. Мы же все с вами постсоветские люди. Люди разные. Среди них есть герои, есть подвижники, есть чудовище, есть обычные обыватели, их больше всего. А есть, конечно же, ну просто преступники, такие, как вот эти вот пропагандисты, которые требуют нажать на кнопку, требуют воевать. Ну понимаете, представьте себе, что мы жили бы, ну можно же пофантазировать, в свободном, нормальном, открытом обществе. Ну сказал бы какой-нибудь дебил, что надо на кнопку нажать. Вот в Америке сейчас я им сказал бы. Нам надо какой-нибудь профессор. Нам надо нажать на кнопку, чтобы... Ну никто бы внимания, скорее всего, не обратил. Ну пошумели бы в интернете. Почему мы все на это обращаем внимание? Потому что мы подозреваем, что именно такие люди страной правят? Вот это страшно. Вот. И что тут Караганов-то рядом с ними? Он просто обычный отреплон. А вот пропагандисты, с ними все понятно, да? Также все понятно с людьми, которые покупают свою бутылку пива, там выходя со смены, так сказать, заводской. А вот люди вроде Богомолова, которые пишут там какие-то манифесты друг за другом, о том, что все, кто уехал, мертвецы, а они живы. А вот люди типа Шнурова, у которого, знаете, вот говорят, что у Пригожина во время обыска нашли флешку с песней про Пригожина, ну и прочее. Собственно, дело не в песне, да? А дело в том, вот как он там себя ведет последние эти годы. И многое другое. Вот эти люди, которые являются как бы, знаете, они вот та именно прослойка, которая сталкивала страну последовательно, вот в этот цинизм, мимоверный. Ну, я не думаю, что воздействие Константина Богомолова и даже Шнурова было таким, чтобы всю страну куда-то там сталкивать. Я думаю, что воздействие интеллигенции творческой очень локально, честно. В особенности, если это касается театра. А как же Мефисто? Ну да, он же тоже любил театр и только хотел. Очень интересно, очень важно смотреть на этот процесс. Он всегда был интересен. Трансформация, иногда деградация талантливых людей. Это очень интересно. Но это не значит, что это влияет на массы. Любое тупое, абсолютно не художественное телешоу меньше влияет на людей, даже чем тоже тупой, но там телесериал. А уж если говорить о фильме, он еще меньше влияет. И понимаете, мы представляем себе, как битву титанов, битву фильма «Левиафан» с фильмом, не знаю, Т-34. А в реальности это 3% населения смотрели, и один, и второй. И они вообще не репрезентативны. Они вообще ничего не значат. Поэтому, ну конечно, да, я человек искусства, для меня это все показатели. И мне интересно это смотреть. Но я не знаю, что в голове у Кости Богомолова, моего однокурсника когда-то, очень талантливого человека, тем более не знаю, что в голове у Шнурова. Наверное, в каких-то ситуациях они зарабатывают деньги, в каких-то просто выживают, кто как может. Я думаю, что существует, скажем, несколько видов оценки деятельности вот такого рода. Один вид самый простой, и я бы к нему склонялся. Это не в моей юрисдикции. Это просто уголовный суд. Ну, допустим, закончится диктатура. Я думаю, она закончится. Я думаю, что будет какое-то судилище. Ну, была же там деноцификация, не знаю, Фортвенглера, Леннируфеншталь. Кого-то отстранили от работы. Кого-то, как Шпейер, он был крупный чиновник, посадили. Кого-то амнистировали, но с запретом на деятельность на какие-то годы. Ну, и это справедливо или нет, это такая реакция общества на вот такие действия. Когда это произойдет, тогда я с облегчением вздохну и отойду в сторону. Другое, это просто суд аудитории. Если аудитории, публики, эти люди интересны, им нравится то, что они несут, ну, наверное, тогда интереснее думать об аудитории, о ее запросе, о ее нуждах. Вот. Ну, опять же, спектакли Богомолова, простите меня, гораздо глубже, интереснее и сложнее, чем его колонки. И я не знаю, зачем эти колонки вообще читать. Тем более обсуждать, добавляя ему аудиторию. Ну, а третье, это бесконечное моральное осуждение в Фейсбуке и в других соцсетях, где люди социально близкие друг друга вечно обсуждают, осуждают, расфренживают, отфренживают. Это мне очень не близко. Такого рода деятельность мне не близка, непонятно, я не хочу в ней принимать участия никакого. Я не считаю себя вправе, я не считаю себя моральным судьей других. У меня есть очень любимый фильм такой французский, называется Корпорация Святые Моторы, Лео Сакаракса. Там есть эпизод, когда девочка, девочку папа забирает с вечеринки. И девочка сначала рассказывает, как она весело там танцевала, флиртовала с кем-то, а потом выясняется, что это все неправда, что она всю вечеринку просидела, запершаясь в туалете. И она, когда выясняет, что это так, она говорит, папа, какое будет мое наказание? Он тяжело вздыхает, говорит, твое худшее наказание, милый, это ты сама. Мне кажется, что худшее наказание людей, которые осознанно или по глупости, или за деньги, или искренне, соблазнены злом и становятся его соучастником, они сами являются, они сами себя наказывают. Никаких для них наказаний, ни моральных осуждений, ни разборок в Фейсбуке, ни запретов на официальном уровне. Это все несопоставимо с тем, что человек сам делает с собой, своим творчеством, со своей душой. Это происходит и все. Посмотрите, в конце концов, на Никиту Михалкова. Надо ли его как-то дополнительно наказывать? Разве для автора прекрасных фильмов не худшее наказание то, что теперь он превратился в штатного пропагандиста и автора телепередач «Без огонь»? Это худшее, понимаете, ни один Люцифер не мог бы приговорить к худшему наказанию, чем из режиссера и лауреата Оскара и Канн превратиться в пропагандиста с канала «Россия-1». Именно это и произошло. Он сам себя превратил, никто его не наказал так. Он сам для себя эту меру наказания-то выбрал. Поэтому я всегда и говорю, что талант пропьешь. Ну, в широком смысле, не в смысле алкоголя. Конечно. А жизнь определенным образом, она просто отбирает у тебя что-то, тут как бы ничего с этим не поделаешь. И тоже все очень индивидуально. Но это бесконечно тоже бездонная тема. Антон, а вот вы сказали интересную фразу, гораздо интереснее запросы аудитории. Есть ли у вас ощущение, что запросы аудитории как-то меняются во всем мире вообще, в принципе? И есть они отдельно, так сказать, вот на этом постсоветском пространстве немножко другие? Или это все ерунда? Нет, вы правы, конечно, есть. Просто на постсоветском пространстве очень трудно заниматься социологией и измерять, что аудитории нужно и зачем. В России вообще невозможно. Вот, допустим, очень успешно прошел фильм «Чебурашка». Это значит что? Что все хотят советское прошлое? Или что просто других фильмов не показывают никаких развлекательных? Мы же не знаем. На свободном рынке можно это понять. А в таком, во время военной цензуры, ничего понять невозможно. И даже трактовать этот успех, вот эта картина, очень сложно в ту или иную сторону. Вот. Но в мире сейчас, с одной стороны, разочарование в ископистском кино и искусстве очень сильное. Мы видим, как падает популярность этих всех Марвелов и прочее. Людям просто не хочется уже копаться в этих хитросплетениях, каких-то мифологий. Им хочется просто как-то утешиться от ужаса, который происходит. И утешение должно быть быстрым, эффективным, как обезболивающее, которое тебе прямо в вену вкалывают. Вот, например, миссия невыполнима новая. Это именно такое обезболивающее. Как бы фильм о глобальных войнах, о спецслужбах. Но он совсем на мифологическом уровне. Некий супер-клерой, не стареющий, таким является Тон Круз. Он ищет какой-то ключ. И против него все плохие. Он их всех побеждает, догоняет этот ключ. Вот мы за него. Он хороший, они плохие. Все уже глубже, не надо копать. И чем проще, и чем при этом развлекательнее спецэффекты. То есть это чистое такое мелькание перед глазами аттракциона, отвлекающего от ужаса вот этой тянущейся, незаканчивающейся реальности. И это как-то работает. Ну а Индиана Джонс, например, он не так успешно прошел. Я думаю, это потому, что он ностальгический. Он весь в прошлом. Прошлое себя как-то девальвировало. Мы так мечтали долго об этом прошлом. Все прошлое, последние годы, в особенности эти полтора года войны, ужасающе заставило переосмыслить. Те вещи, которые казались уютными, прекрасными. Ну вот, например, заходит речь в начале Индиана Джонса, он сражается опять с нацистами. Казалось бы, это консенсус. Нацисты – это плохо. Кто с ними сражается, тот хороший. Ну вот уже, вот идет война России с Украиной, и вот это нацизм, фашизм, рашизм, со всех сторон эти штампы, клейма, они уже девальвируют само это понятие. Понимаете? И каждый под ним что-то свое понимает. И это перестает работать, хотя это 70 лет работало. Вот. Ну, большая страшная война, сейчас мы проживаем именно такую, она неминуемо ведет к переоценке ценностей. Эта переоценка, просто она в процессе, она происходит сейчас. Не то, что она произошла, и можно сейчас какой-то диагноз вынести. Она идет постоянно. А нет ли у вас такого ощущения, ну, этот дурацкий вопрос, сразу предупреждаю, но все же, что вот это постоянное мелькание заменяет людям уже в каком-то смысле эти социальные сети, где они отфрендживают, как вы говорите, расфрендживают. И скоро им Индиана Джонс не понадобится, понимаете? Скоро они будут бесконечно поглощать вот это, что сказала там Катя, что сказал Петя, Вася и так далее. И кто кого проклинает, кто кого уже проклял и так далее. Слушай, это зеркало реальности, это заменитель реальной войны. С одной стороны, ты живешь внутри войны, от нее отрешиться ты не можешь. Это тебе кажется невозможным и может быть даже аморальным. Но есть и другая сторона. С другой стороны, ты продолжаешь эту войну на культурном фронте или в соцсетях. И это более безопасно, хотя иногда не менее болезненно. Люди там реально сходят с ума. Это правда. Меня защищает мой статус иноагента, который каждую мою публикацию в сети, в фейсбук, например, или где угодно еще делает опасной для меня. То есть она просто публикация без этой идиотской плашки, которую я никогда не ставлю, может по идее караться по российским законам. Поэтому я стал меньше писать, меньше комментировать. И таким образом сохраняю свое ментальное здоровье, мне кажется. Вы недавно писали в фильме «Время любить, время умирать», в старом фильме 1958 года, о том, что те же самые проклятые вопросы, которые были, собственно говоря, и более 50 лет назад. Тут два вопроса. Кто может снять фильм, с вашей точки зрения, о том, что будет? Потому что сейчас гораздо интереснее уже о том, что будет. Потому что мы уже знаем, что происходит. Это уже как бы не вызывает никаких рефлекций, вызывает, конечно, но мы уже понимаем про сегодня. А вот про завтра очень страшно и непонятно. Это с одной стороны. А с другой стороны, как вы говорите, я боюсь там, ну не боюсь, но опасаюсь чего-то писать. Как изменилась ваша личная жизнь? Потому что вчера умер Кундера, он очень много писал о статусе эмигранта. И очень грустно. Вот есть ли у вас, так сказать, вот эта вот грусть по поводу того, по поводу перемены участи? Ну, у меня грусть тотальная. Я из нее вообще не просыпаюсь. Но я не хотел бы в это погружаться, особенно, честно говоря. Мне кажется, что вот это расстравление своих ран и травм и разговор о собственной боли эмигрантской на фоне, ну, правда, бомбежек жилых кварталов, ну, мне и с самого начала оказалось, сейчас кажется, что это почти неприлично. Я не, слово это употребляю, я говорю только о себе. Потому что кто-то это делает, я этих людей не могу осуждать. Я вообще никого не осуждаю. Я стараюсь никого не осуждать. Реально. Вот есть набор людей, он не бесконечно большой, военных преступников. Те, кто воюет непосредственно. Те, кто отдает приказы. Те, кто все это обеспечивает, например, на пропагандистском фронте. Хоть в Фейсбуке, хоть в газетах, журналах и прочих. Эти люди для меня, ну, они сейчас, я не могу их осматривать как людей вообще. Ну, не могу думать об общении с ними, о том, чтобы с ними разговаривать. Война закончится, тогда посмотрим, что у кого какие были мотивы. Но все остальные, я стараюсь никого не осуждать ни за что. Даже за глупости, даже за людоедские глупости иногда. Я понимаю, что у всех псих плывет, черти куда. Вот, поэтому у меня есть своя внутренняя гигиена, где важная часть не жаловаться. И сейчас я тоже, с вашего позволения, этого делать не буду. Коротко, сухо скажу, что очень тяжело. Даже тяжелее, чем я думал, хотя у меня сомнений не было, что будет тяжело. Вот, а что дальше, кто сможет об этом написать, сказать. Я думаю, это будут совершенно новые имена. Мы их не знаем. Скорее всего, это будут новые режиссеры, новые писатели, новые поэты. Вот. В России я верю, что Андрей Звягинцев, человек абсолютно чистый и честный, сможет сделать кино о том, что мы сейчас переживаем. С российской стороны это очень трудно. Но это его сторона и моя сторона. Тоже от этого отказываться я не собираюсь. Я знаю некоторых россиян, которые как бы стараются забыть о том, что у них российский паспорт или что они там выросли. Но я не могу этого забыть. Моя аудитория основная в России. И я верю, что это честные люди, которые, как и я, против войны. Может быть, они меньше, чем я могут, потому что у них нет такой аудитории. Ну и нет, вообще нет того, что есть у меня. И у меня же много разных привилегий. Иностранный язык, некоторая известность профессиональная и так далее и тому подобное. Не у всех это есть. Огромное количество людей не смогли уехать. Их судьба более печальна, даже если они не съедут в тюрьме в России. А многие смогли уехать и в эмиграции едят настолько горький хлеб, что мой рядом с этим покажется сладким, сладчайший. Посмотрим. Это все последствия войны. В этом виноваты не какие-то люди в Фейсбуке, хорошие или плохие. В этом виноват руководство государства Российской Федерации, которое сейчас ведет эту несправедливую, кровавую, ужасную войну, за которую, надеюсь, они все будут наказаны. Антон, опять же, я сейчас скажу, какой-то дикий совершенно пассаж, но тем не менее. Ваша жизнь применялась, и вы очень много коммуницируете, вы много ездите и с разными людьми абсолютно. Чувствуете ли вы, что вот эта война, это все равно возможность какого-то апгрейда для себя, открытия чего-то нового? Я хочу верить, что да. Мне хочется верить, что есть некий баланс глобальный, и не бывает потерь без обретений. Но пока что я чувствую сплошной минус, очень мало плюсов. Это тоже несправедливо так говорить. Я очень много путешествий побывал, места, где я раньше не был. Аудитория моя самая разная в разных странах. Я встречаюсь с этими людьми, я вижу их впервые. И не подумайте, что это все сплошные релаканты. Они, конечно, тоже, но это в основном люди, просто живущие в других странах, во многие из которых я после отъезда из России впервые поехал. Все это ужасно здорово. Я написал и публиковал книгу в Риге от Жафари Панахи. Сейчас я работаю над следующей книгой. Этому тоже я должен за это поблагодарить, видимо, иммиграцию. Но вообще ни за что я благодарить не хочу. Это очень плохо. Плохо жить вне дома. Мой дом – Россия, Москва. И я хочу жить дома у себя. Сегодня это не мой дом, он просто отобран оккупантами. Я, наверное, смотрю так. В остальном посмотрим, в какую муку все это сможет перемолоться с годами. Это очень-очень медленный процесс. Я себя чувствую, и говорил уже об этом не раз, знаете, как в американских мультиках есть эти койоты или утки, которые бегут, и по инерции они упали уже с обрыва, но все еще не летят вниз, потому что продолжают с дикой скоростью ногами перебирать. Вот я чувствую себя таким человеком. Почв под ногами нет, и ты пока бесконечно делаешь этот велосипед, упражнение велосипед в воздухе, ты не падаешь почему-то. И я истерически езжу по всему миру именно с таким чувством, а не потому, что надо больше денег заработать или аудиторию набрать. Нет. Ну, потому что, как это физики, тело, которое не останавливается, оно не падает, и это правильно. Вот так вот, и так и существует. Спасибо большое, Антон, огромное вам спасибо, и спасибо за поддержку Украины. До свидания, до встречи. Спасибо большое, счастливо. До свидания. До свидания.